Здравствуйте, вы смотрите второе интервью из серии сюжетов «Общественное мнение». И сегодня моим собеседником стала Лариса Шаталова, председатель общественной палаты Каннска. Лариса Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы председатель общественной палаты, то есть представляете общественность и именно горожан. Какой вы видите благоустроенную набережную и какие основные площадки, по вашему мнению, должны здесь присутствовать? Мне бы хотелось, чтобы на этой площадке было что-то историческое. И общественная палата на одно из заседаний предлагала что-то историческое, потому что Канн перевоз как раз начало нашего города. И понятно, что для детей, наверное, все-таки какие-то аттракционы, может быть, или площадки детские, плюс велодорожки, чтобы были. А вот Борис Григорьевич Ниньков еще предлагает, чтобы здесь поставить маяк, чтобы было видно далеко. Смотрели, это очень красиво. Укрепить, конечно, набережную нужно обязательно. Ну, велодорожки, может быть, беседки, которые в тени можно отдохнуть, потому что сейчас смотрим, что это солнечная вообще набережная, где красиво вокруг будет. Ну и, конечно, множество, наверное, цветов ярких и красивых, чтобы украшала наш город и набережная города Каннска. Готовы ли представители общественной палаты проводить на уже благоустроенной набережной какие-то мероприятия? И какие, по вашему мнению, мероприятия должны здесь проходить? Да, мы готовы участвовать, проводить. Мы, я думаю, день города можно проводить. Но вообще мы предлагали на заседании общественной палаты проводить выпускные вечера для 11 и 9 класса. Предлагали построить корабль, наверное, «Алые паруса», вот как сделано в Зеленогорске и Санкт-Петербурге. И вот именно на этом берегу сделать вот такую площадку, где будут проходить выпускные вечера. Потом предлагали Ивана Купала, так как это река, и праздник, который, ну, как бы празднуется, может быть, сделать от общественной палаты и от других народов, которые проживают в городе Каннске, именно Ивана Купала. Вот, предлагали, что можно сделать день урожая, может быть, тоже на этой площадке, чтобы было. Мы уже когда-то организовывали палату, палата организовывала день города, площадку. У нас были все национальности, 15 национальных республик, то есть мы объединились и делали. Ну, и я думаю, что в этом мы готовы всегда участвовать и помогать городу. Одна из основных функций общественной палаты – это все-таки народный контроль. Готовы ли ваши представители следить за реализацией проекта, а после и контролировать содержание объекта? Мы народный контроль проходим по детским площадкам, по дворовым территориям, которые участвуют в городской среде. И, конечно, мы думаем, что по нацпроекту, который будет здесь сделана, территория, значит, набережная, мы тоже готовы участвовать. Наверное, перед тем, как делать эту площадку, набережная здесь, этот проект, то нужно, наверное, посмотреть еще раз, собраться вместе. И администрация города нас всегда приглашает, депутаты, чтобы вместе порешать, какие могут быть недочеты, такие, как были с площади, чтобы опять не наступить на те же, как говорят, грабли. Лариса Федоровна, спасибо большое за беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...